Всем привет! К концу года лодка стабильности рубля вновь закачалась и самый популярный вопрос, который мы от вас получаем, в какой валюте хранить деньги, какую валюту сейчас покупать. Я вам отвечу сразу, 100% безопасной валюты в мире не существует, но в этом видео я постараюсь вам рассказать, какие же все-таки валюты могут помочь россиянам сохранить и приумножить свои сбережения в 2019 году. Ставьте лайк, если тема вас интересует. Природу этого вопроса я прекрасно понимаю. Фактически в 2018 году мы как-то так практически незаметно для себя пережили две волны девальвации рубля. Первая в апреле, вторая в августе и в декабре 2018 года доллар и евро снова пошли в рост. Так что же вообще делать, что происходит? Давайте послушаем, что нам говорят наши официальные власти. Минфин уверяет, что беспокоиться не стоит. Вот не так давно Министерство финансов опубликовало свежий прогноз по курсу доллара до 2035 года. Протерев свой хрустальный шар, Минфин заявил, что в 2035 году доллар будет стоить 73 рубля 90 копеек, не больше и не меньше. При этом, если верить Минфину, то все у нас обстоит просто прекрасно. Беспокоиться не стоит. Экономика, пусть медленными темпами, но растет. Инфляция низкая, санкции идут нам только на пользу. Нефть дорогая, а все колебания – это исключительно временное явление. Минфин рекомендует не дергаться и хранить деньги в российских рублях. Вот 24 декабря Центробанк тоже присоединился к этой дискуссии. Эльвира Набиулина заявила, что регулятор направляет все свои усилия на то, чтобы повысить доверие населения к российской валюте. А ключ – это, безусловно, высокая доходность рублевых депозитов. Что мы имеем на данный момент? Средняя максимальная доходность в топ-10 российских банков – 7,3% годовых. Инфляция – 3,8% у нас была в конце ноября. Соответственно, реальная ставка порядка 3,5% годовых. Пишите в комментариях, как вы считаете, много это или мало? На словах все звучит так прекрасно, просто сладкий мед. Но почему-то, если мы посмотрим, что делает на практике Центробанка Минфин, то мы увидим какую-то несколько иную картину. Потому что Минфин руками Центробанка закупает валюты на миллиарды рублей для пополнения своих резервов. Интересно, зачем, если российский рубль – самая стабильная и безопасная валюта в мире? А парадокс заключается в том, что своими действиями Минфин как раз-таки и ослабляет курс рубля. Потому что, когда Центробанк выходит на рынок, возрастает спрос на валюту, и, соответственно, возрастает ее курс. Вот почему в 2018 году, даже когда нефть была дорогой, мы видели, что курс рубля снижался или, по крайней мере, не следовал за нефтью. Часто говорят, что Россия отказалась от нефтяной зависимости, якобы курс рубля больше не коррелирует с нефтью. Ну да, не коррелирует. Нефть растет, а рубль нет. Окей, так в какой же валюте хранить деньги? Друзья, ответ на этот вопрос всегда будет зависеть от вашего горизонта планирования. Если, например, вас интересует какая-то краткосрочная история, то есть вы думаете, вот стоит ли сейчас прикупить валюту, чтобы там через месяцок-другой ее продать и навариться на этом. Я бы, честно говоря, вам не рекомендовала совершать резких действий, потому что мы не можем точно предсказать, будет доллар дороже или дешевле через месяц. Я уверена, что, например, в перспективе года-двух доллар будет стоить выше, чем сейчас. Но краткосрочно возможны абсолютно разнообразные колебания, поэтому нужно понимать, что это всегда определенный риск. С другой стороны, если мы рассматриваем создание валютного портфеля для долгосрочного хранения сбережений, то есть если вы готовы, условно говоря, направить средства в валюту и их там на какое-то время заморозить, то я бы для себя рассматривала такой портфель. 30% доллара, 30% евро, 30% швейцарские франки и 10% инвестиций в золото. Это могут быть либо ETF, либо инвестиционные монеты, если вам близок такой инструмент. По американскому доллару у нас ситуация такая. Многие экономисты, если мы с вами откроем западные издания, там тот же Bloomberg, Reuters, что угодно, можно увидеть, что многие экономисты сомневаются, по крайней мере не уверены в том, что доллар продолжит свой рост в начале 2019 года. Потому что, во-первых, президент Трамп очень активно топит за дешевый доллар, а мы уже видели, что Трамп хотел видеть дешевую нефть и фактически он ее получил. Федрезерв, американский Центробанк, возможно, немножечко притормозит с повышением процентных ставок. Ну и вообще в целом в США сейчас такая не совсем стабильная ситуация на фондовых рынках. Это если говорить о короткой перспективе. Долгосрочно американский доллар по-прежнему прекрасно выглядит по отношению к российскому рублю. Ну просто потому, что я вот сколько ни ищу, не могу не найти ни одного достойного аргумента, который бы уверил меня в том, что у рубля есть перспективы для роста в перспективе года-дву. По поводу евро. Кстати, многие экономисты в последние несколько месяцев говорят о том, что евро выглядит даже интереснее, чем американский доллар. Несмотря на потрясения, которые в этом году происходили, например, в Италии, связанные с огромной задолженностью и не очень хорошим функционированием экономики отдельных стран еврозоны, все-таки европейская валюта в целом остается пока одним из оплотов стабильности на мировом валютном рынке. У нас есть европейский центральный банк, который у нас завершил программу стимулирования экономики и будет постепенно повышать процентные ставки. Возможно, это произойдет в конце 2019 года, начале 2020. На этих ожиданиях, как говорят эксперты, европейская валюта может постепенно укрепляться и даже обогнать доллар в 2019 году. По поводу британского фунта. У нас сейчас на повестке дня Brexit, выход Великобритании из состава Европейского союза и пока непонятно, сколько займет эта процедура и состоится ли она вообще. Поэтому британский фунт, возможно, будет показывать некоторую волатильность в следующем году. Но опять же в длительной перспективе, я думаю, что фунт будет себя чувствовать достаточно неплохо. И почему я упомянула швейцарский франк, когда говорила о рекомендациях. Швейцарская валюта у нас традиционно является валютой-убежищем, то есть в периоды кризисов она укрепляется. И так как у нас 2019 год обещает быть достаточно волатильным, в принципе франк здесь может послужить такой вот неплохой защитной гаванью. Еще одна валюта-убежища это японская иена, но японская экономика сейчас выглядит чуть-чуть менее стабильной, чем вечно нейтральная Швейцария. После валютного кризиса 2014 года рубль остается слабым относительно всех ведущих мировых валют. Сейчас перед вами график пары американский доллар российский рубль и мы видим, что локальные минимумы доллара были достигнуты в 2017 начале 2018 года, а затем американская валюта пошла на взлет. Здесь у нас сформирована модель двойное дно, которое отрабатывается и в долгосрочной перспективе. Минимальной целью для роста является отметка 75. Это если говорить о перспективах на 2019, может быть даже 2020 годы. Пара евро-рубль перед вами. Ситуация очень похожая. После взлета евро в 2014 году пошла фаза консолидации. Локальный минимум в районе отметки 60 рублей за одну единицу европейской валюты это март 2017 года. И затем пошла модель роста. И следующий уровень сопротивления это примерно 82 рубля за одну единицу европейской валюты. Британский фунт российский рубль. И снова достаточно похожая ситуация. Британская валюта правда у нас заметно просела на разговорах о Брэкзите. Но мы видим, что опять же с марта 2017 года фунт начал укрепляться по отношению к российскому рублю. И здесь у нас есть с технической точки зрения даже более мощный потенциал для роста с целями выше 100 рублей за одну единицу британской валюты. Вот так выглядит график иены к российскому рублю. И все та же знакомая ситуация. Разворотная модель. 17-18 год. Идем в рост. И цель по паре иена российский рубль 0,67. Швейцарский франк. Снова я вас не удивлю, но франк в 2018 году укреплялся по отношению к российскому рублю. И следующий важный уровень сверху это отметка 76. Ну и завершу парой китайский юань российский рубль. Очень похожая картина. Мы видим, что несмотря на то, что у нас классические валюты это доллар и евро, но и валюты более экзотичные показывают очень похожую динамику. После достижения дна в том же самом марте 2017 года даже китайский юань к российскому рублю укрепляется. И с точки зрения теханализа у нас есть потенциал для движения в направлении отметки 11,5. Но вот что я хочу вам сказать, друзья. Иностранная валюта имеет все шансы укрепляться по отношению к российскому рублю в ближайшие два года, а может быть даже и 5 и 10 лет. Но мы должны с вами понимать, что перспективы валютных депозитов в России сейчас находятся под вопросом. А если хранить валюту под подушкой, по крайней мере в большом объеме, если пытаться формировать какой-то свой такой долгосрочный портфель, вы же не будете все это безобразие хранить под подушкой. Оно просто не поместится. И нужно понимать, что инфляция так или иначе в длинном периоде будет съедать ваши накопления, в том числе и валютные, даже несмотря на то, что инфляция в иностранных валютах ниже, чем в российском рубле. Поэтому, если вы хотите формировать свой личный капитал, я вам очень рекомендую направить определенное количество сил и времени на изучение инвестиционных инструментов, более сложных и более интересных. О них мы подробно рассказываем на нашем канале, будем еще больше рассказывать в 2019 году, поэтому обязательно подпишитесь, если эта тема вас интересует, если вы еще не с нами. И, друзья, несколько ваших вопросов, связанных с валютным рынком. Александр Пушкин спрашивает, какое влияние на пару доллар-рубль окажет вышеупомянутый кризис на рынке США и как следствие в мировом рынке? Можем ли мы увидеть укрепление курса национальных валют развивающихся рынков, таких как российский? Странно, что Александр написал не в стихах. Смотрите, у нас ситуация такая, когда болеет Америка, когда чихает Америка, болеет весь мир. То есть, когда проблема в американской экономике, российский рынок очень с большой долей вероятности также будет снижаться. И американский доллар на самом деле является защитной валютой. То есть, традиционно в периоды кризиса американский доллар у нас укрепляется, даже если кризис родом из США. Поэтому я бы здесь не стала испытывать излишнего оптимизма. Если в Америке кризис, то в России доллар будет расти, по крайней мере, с большой долей вероятности. Илья, где купить в России швейцарский франк? Кто знает. Друзья, у нас с вами есть такая московская биржа, на которой можно покупать и продавать иностранную валюту. Причем не только доллары и евро, но и другие более экзотические виды активов. На московской бирже у нас по состоянию на декабрь 2018 года за рубли можно купить доллары, евро, фунта, швейцарский франк, гонконгский доллар, юань, японскую иена, белорусский рубль, тенге и турецкую лиру. Поэтому, в принципе, покупать через Мосбиржу валюту будет значительно выгоднее, чем делать это через другие инструменты. Но единственное, что имеет смысл это делать от нескольких тысяч условных единиц. Тогда получается действительно такая ощутимая выгода при конвертации. Ну вот и все, друзья, на сегодня. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом, какая валюта, на ваш взгляд, интересна, как бы вы составили свой валютный портфель и приведите аргументы. Давайте обсудим этот вопрос. 2019 год на носу, пора готовиться. С вами была команда InvestFuture. Меня зовут Кира Юхтенко. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч в наших следующих роликах.